Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава Евангелия от Матфея. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями. 12 глава была про, скажем так, преодоление границ традиционной религиозности. Есть правило, соблюдай, ни о чем не думай. Иисус говорит о чем-то больше. 13 глава была про суть царства, которая растет внутри неприметным образом. Но не у каждого, а только если ты готов к этому росту или хотя бы стараешься быть готовым к нему. А все ли так просто? Ты готов к этому росту, в тебе растет семя этого царствия, а вокруг тебя что? Очень часто то, что тебе мешает. Именно тогда об Иисусе услышал тетрарх Ирод. Тетрарх – это правитель одной четвертой части большего царства Ирода Великого. Соответственно, он Ирод Антипа, он не Ирод Великий. Ирод Великий умер уже давно. Но вся эта династия вела себя довольно похожим образом. И, в общем-то, они были тиранами. Так вот, услышал об Иисусе тетрарх Ирод и сказал своим слугам, это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, оттого у него есть сила творить такие чудеса. Ведь Ирод схватил свое время Иоанна и посадил его в тюрьму из-за Иродиады, что была женой его брата Филиппа, а потом он на ней женился сам. Но Иоанн говорил ему, не подобает себе брать ее в жену. Ирод хотел его убить, но остерегался народа, который считал Иоанна пророком. И дальше история. Я сейчас просто сделаю маленький комментарий. А почему он видит в Иисусе Иоанна Крестителя? Очевидно, потому что не видел никого более высокого, более достойного звания пророка, чем Иоанна до Иисуса. Но и дальше история казни Иоанна. Иоанн обличает Ирода Антипу за то, что он взял себе в жены женщину, которая была женой его брата. Кажется, какая разница нам сегодня, но Моисеев закон это запрещает. А когда вот такой ясный запрет нарушает, причем публично, глава государства, то он тем самым презирает, не просто нарушает сам по себе, но высказывает публичное презрение всему этому закону. Говорит, что доживить как хотите. Так вот, значит, Иоанн препятствует ему в этом. Дальше историю, которую все, наверное, хорошо знают. «Однажды на дне рождения Ирода дочь той самой Иродиады угостила своей пляской Ироду, и он ей клятвенно пообещал подарить, чего только не попросит. А мать подучила ее ответить так. Подай мне сюда на блюде голову Иоанна Крестителя». Представим себе эту юную девочку, подростка, наверное, еще. И вот она игрушка, но, смотрите, мать подучила, она попросила, а царь согласился. Он же, ну как, не по-пацански обещал и не сделал. Царь был очень расстроен, но из-за клятвы, что он дал пред всеми гостями, приказал сделать такой подарок. Он послал палача в тюрьму обезглавить Иоанна, голову принесли на блюде и вручили девочке, а та отдала ее матери. «Ученики Иоанна пришли, забрали и похоронили его тело, а потом пошли и рассказали все Иисусу». Ну, это история, которая нам нужна, потому что просто Иоанн Креститель – важный герой Евангелия, и этот эпизод он ясно показывает и характер Ирода, и конец жизни самого Иоанна. Но почему же Ирод думает, а это Иоанн воскрес из мертвых, когда он слышит об Иисусе? Потому что Иисус творит чудеса. Иоанн был известен как какой-то очень важный человек, способный творить чудеса. Но еще одно. Ироду понравилось, похоже. Здорово, у тебя есть пророк. Ты его сначала держишь у себя в тюрьме, он тебя пророчествует. Потом, ну, неудобно получилось, конечно, пришлось его казнить. Ну, сами понимаете, невозможно же было это терпеть. Хорошо бы он вернулся. Мне понравилось. Безопасно, удобно, духовность такая растет. Да, вот слушать проповеди Иоанна Крестителя, ничего не меняя в своей жизни, никаким образом на них не реагируя. А как только оказывается, что эти проповеди надоели твоей любимой женщине, взять и отрубить ему голову. А потом ждать, что он обратно вернется. Вот было ему все сказано. Он это понял по-своему. Он распорядился этим пророчеством по-своему, значит, Иоанна к нему не вернут. С Иисусом он встретится, но это будет другая история. Узнав об этом, то есть, видимо, о казни и о том, что Ирод стремится с ним познакомиться, а может быть, и арестовать заново, узнав об этом, Иисус удалился оттуда и в одиночестве на лодке переправился в уединенное место. Ха! Где уж тут уединение-то? Но об этом услышало множество людей. Они пошли из своих городов по суше, следом за ним. Представляете, какой ажиотаж, да? То есть, Галилейское – это самое озеро довольно большое, и по суше его обходить долго, нудно. Но идут, идут. Выйдя из лодки, он увидел большую толпу. Более того, впереди него идет его молва, да? Вот уже немыслимо пройти. Сжарился над ней и стелил тех, кто был болен. Он вообще-то хочет скрыться от Ирода. Но к нему приходят толпы людей, и ему приходится их исцелять, да? И задача скрыться для того, чтобы не быть схваченным прямо здесь, сейчас. Она отступает перед этой задачей. Вроде бы мелочь, но она довольно многое говорит и предсказывает отчасти то, что будет потом на Голгофе. «А когда настал вечер, подошли к нему ученики со словами. Место тут пустынное, час уже поздний. Надо отпустить народ, чтобы они разошлись по селам и купили себе пищу». Так, Люсь Драген, а что вы рассчитывали, когда вы неизвестно куда шли огромной толпой, что там обязательно кто-то вам привезет продовольствие, да? Сами виноваты. Почему Иисус должен этим заниматься? Тем более его апостолы, которые вообще не по этой части. Иисус отвечал им так. «Не нужно им никуда ходить, вы сами накормите их». Они говорят ему, у нас есть разве что пять хлебов и две рыбы. Ну, понятно, кто-то там с собой прихватил продовольствие, а большинство людей в таком экстазе по поводу Иисуса, что даже об этом не подумали. Тогда он сказал, несите их сюда. «Он повелел людям расположиться на траве, а затем, взяв пять хлебов и две рыбы, взглянул на небо, хлебы благословил, преломил, стал раздавать ученикам, а те народу. Все ели досыта, оставшийся хлеб собрали и наполнили им двенадцать корзин. А едоков там было пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей». Конечно, все думают об умножении хлеба, но давайте подумаем еще о самой этой ситуации толпа, которая идет за ним, толком ничего, может быть, не понимая в массе своей, основной. Но это же здорово, это же интересно. Им настолько это интересно, что им не до еды, но ничего, поголодали бы денечек, а, глядишь, и пришло бы что-нибудь умное в голову, да? Но все равно на них заботятся. Вот какой-то снобизм, который мог нам послушаться в некоторых предыдущих эпизодах, вот они ничего не знают, они ничего не понимают, ну так, а что им надо, то они и получают, в конце концов. Вот они голодные получили, еду тоже неплохо. Другое дело, что это может быть началом более серьезного рассуждения, да, о том, кто такой Иисус, чему он учит. А может быть, поводом просто сказать, «О, хорошо, вкусно, спасибо большое, я еще хочу». И сразу же Иисус призвал учеников сесть на лодку и отправиться на другой берег озера, пока он будет расставаться с народом. Вот ничему не учит. Почему бы не поучить заодно людей, не сказать, смотрите, вот Царство Божие вас достигло, я вас накормил, напоил, так они не спрашивают. Значит, для них, наверное, это говорить довольно бесполезно. Отпустив народ, он зашел на гору и молился там один. Тоже интересно, что это такие постоянные эпизоды в Евангелии, они никогда не расписаны подробно, но вот есть время для уединенной молитвы, без которой просто не может он жить. Настал вечер, он оставался там в одиночестве. А лодка уже отошла от берега на много стадий, ее бросали волны, ветер был встречный. Очевидно, это речь про то, как его ученики отправились тоже на другой берег, как-то же не спросив его. Так вот, ее бросали волны, ветер был встречный. И в четвертую стражу ночи, то есть это уже часть ночи перед рассветом, Иисус пошел к ним пешком по морю. Ну, понятно, что мы часто в этом видим эпизод такого всевластия Иисуса над стихиями, то, что все ему повинуется. Но есть еще один очень важный момент. Это толпа, которая напирает, которая жаждет чуда. Он расстается с ней, он молится наедине, и потом он идет к своим ученикам. То есть он бывает с Богом наедине, он бывает в небольшом кругу, он бывает с толпами. Просто он это делает не по принципу, как сложится, а он сам выстраивает свой календарь, если хотите, свое время. И вот эти условности, море, суши, они, значит, не больше, чем условности день субботний или какой-нибудь другой для того, чтобы исцелить человека. Вот есть добро, есть зло. Все остальное – мелкие подробности. Ну, а как воспринимают ученики? Очевидно, их это впечатлило. Ученики увидели, как он идет по морю от страха, приняли его за призрак и от испуга закричали. То есть, ну, приняли за призрак, и, значит, считали люди, что некоторые духи могут принимать зримый облик и передвигаться. Вот, смотрите, призрак может идти по морю, а то, что это Иисус, как-то даже в голову не приходит. А Иисус сразу же им ответил, смирее ты я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели, и я приду к тебе по воду. Иисус повелел, иди. Смотрите, Петр понимает, что сам он этого сделать не может. Можно сказать, повели в воде, чтобы она меня выдерживала. Сотвори чудо, чтобы я мог идти по воде. Но, он говорит, повели, Иисус отвечает, иди. То есть, повели мне. Я не могу пойти по воде просто так. Я могу пойти, если мне Господь это велит. Петр выбрался из лодки и пошел по воде по направлению к Иисусу. Но тут он увидел, как силен ветер, испугался, стал тонуть и закричал, Господи, спаси меня. Иисус сразу подтянул руку и поддержал его словами. Мало у тебя веры, что же ты усомнился? Значит, то, что держит на поверхности воды, это вера. Это понятно. Но, смотрите, здесь еще достаточно важная вещь, что Петр, он, опять-таки, обращается к Иисусу с мольбой в этот момент. Да, вот повели, и я пойду, иди. И он идет. И в этот момент он понимает, что он не идет, что он проваливается. И тогда он кричит, спаси. То есть, есть некоторая самонадеянность, есть некоторая уверенность в том, что уж у меня это все получится. Но когда оно не получается, то есть тоже способ с этим справиться. Иисус сразу протянул руку и поддержал его со словами. Мало у тебя веры, что же ты усомнился? Едва ли сели в лодку, ветер утих, и те, кто были в лодке, поклонились Иисусу со словами. Воистину ты сын Божий. Вообще-то они боялись погибнуть. Это не просто исповедание, абстрактная вера. Это вот ты здесь явил нам силу Божию, явил для того, чтобы избавить нас от неминуемой смерти. Мы признаем это. Эх, а как бы это заметить раньше? Как бы это заметить не тогда, когда тебе это очень помогло, а когда ты видишь, что действительно его присутствие в этом мире меняет этот мир? Обычно не получается. Так они переправились на другой берег, в Генесаретскую землю, это северная часть побережья, Галилейского или Генесаретского озера. Местные жители его узнали, а там уже все знают, судя по всему. Сообщили об этом все округи так, что к нему принесли все, кто был болен. Они просили разрешения хотя бы прикоснуться к краю его одежды, и кто прикоснулся, получал избавление. Вот снова и снова эта история про избавление, исцеление, и уже выглядит немножко таким, знаете, язычеством. Уже выглядит как бесконечный повтор того, что люди просто приходят для того, чтобы быть здоровыми, не более того. Но он не прогоняет. Как сеятель, который сеет всюду. Где-то на дорогу попадет, где-то на камень, а где-то на хорошую почву, и заранее трудно определить, кто и как. Но у нас нарастает противостояние Иисуса и фарисеев, и в следующей главе мы тоже об этом прочитаем. Субтитры создавал DimaTorzok